Это что за мелодия вообще? Певец поет. Далеко-далеко находится моя родная деревня. Там мои любимые, родные. А я здесь на Чужбине. Хван Ким живет и преподает корейский в России уже более 20 лет. Приехал еще в СССР. Не в Петербург, в Ленинград. Не обрусел, но освоился. История корейского конфликта – история его семьи. Папа был вынужден бежать с севера на юг еще в 52-м. В свои 80 съездить к родным местам он не может. Законом запрещается посещение Северной Кореи. Они через Китай попали в Северную Корею и там приветствовали. О, наконец-то южане к нам приехали. И как только вернулись, их посадили в тюрьму. Вот она страна, которая раньше была едина. На карте мира почти 65 лет. Она разделена практически на две равные части. Равноудаленные ментально, экономически, политически. Общение между представителями некогда единого государства происходит редко. Обычно на территории других стран. Я бы высокую оценку дал им, то есть северянам. Они более естественные, что ли, в отношениях с людьми. Не считают деньги, а для них самое главное – это теплые отношения. Я за это их очень уважаю и люблю. Этот конфликт еще называют конфликтом старшего поколения. Молодым о нем в школах не рассказывают, он им не интересен. За время конфликта диалекты севера и юга стали практически самостоятельными языками. Другие слова, интонации. В азиатской культуре язык – ключевой элемент самоидентификации. С этим сталкивались корейцы, которые живут в России. В гости к Хвану пришла Светлана – чистокровная северная кореянка, которая родилась и выросла в Узбекистане. В основном жили в Средней Азии, на Дальнем Востоке, в Казахстане. В Средней Азии было очень много корейцев. Ее родня к началу 50-х оказалась в Советском Союзе на заработках. С началом конфликта всю ее семью депортировали в Среднюю Азию. Как бы впрок, ведь было еще неясно, кто победит. В Северной Корее вообще никак. Хотя у нас там остались у мужа двоюродные, наверное, братья. Вот, я думаю, точно остались. Потому что отец говорил, что у него остался родной брат и родная сестра. До сих пор о судьбе родственников ничего не известно. Контакты с южанами наладить тоже трудно. Два взрослых сына, будучи еще студентами, посетили малую родину. Но оба не почувствовали себя своими. Южная Корея, она не воспринимает нас, российских корейцев, как корейцев. Поэтому мы для них на них больше русские, чем корейцы. Просто у нас разрез глаз такой же, как у них. За годы отношение к корейскому конфликту у русских корейцев сильно поменялось. Как к своей беде к нему уже не относятся. Впрочем, знают гораздо больше остальных. На юге, к примеру, никто тоже не хочет объединяться. Это дорого. А северные корейцы, вопреки расхожему мнению, не хотят поголовно покинуть страну. Причина – патриотизм. Родину северные корейцы действительно любят и терпеливо ждут, что когда-то все изменится. В новейшей истории существует пока лишь один случай, когда последствия конфликта двух великих держав удалось разрешить мирно – объединение двух Германий. В конфликте двух корей пока подобной политической воли не хватает. Если южнокорейские марионетки посмеют вторгнуться в наши территориальные воды хотя бы на тысячную долю миллиметра… Где ваша родина? Как это есть? Ну, я Россия. У нас недавно друзья спросили, играла Корея с Россией. Ну, и она говорит, вы кого будете? За кого будете болеть? А мне муж сказал, я здесь вырос, здесь меня выучили. Конечно, я буду болеть за Россию. Китай и Россия – единственные в мире страны, которые стали для многих корейцев настоящей второй родиной. Потенциально они единственные государства, которые могут стать посредниками в урегулировании корейского конфликта. В следующем году ему исполнится 65 лет. И на данный момент полуостров – самая потенциально опасная геополитическая точка на карте мира. Когда-то проблему все-таки придется решить. Но ведь однажды сблизиться почти получилось. Артур Ходорев, Пульс города.